Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова здравствуйте. Почти за 6 миллионов рублей отремонтируют дорогу к резиденции правительства на Черном озере. На днях подвели итоги конкурса на поиск подрядчика для проведения этих работ. На конкурс заявилась всего одна компания. Она и была признана победителем. То есть никакой экономии бюджетных средств при проведении конкурса не вышло. Отремонтирована дорога длиной в один километр будет по начальной цене контракта за 5 миллионов 769 тысяч рублей. Выполнить работы должны в октябре этого года. Отмечу ранее власти разрабатывали проект развития резиденции на Черном озере. В строительство новых зданий там хотели вложить 100 миллионов бюджетных рублей. Но после возмущений депутатов и общественности разговоры о реализации этой идеи затихли. Средняя зарплата на малых предприятиях в Кировской области 34 тысячи рублей. Таковы данные за первое полугодие этого года, представленные Кировстатом. Это на 12% ниже средней зарплаты по региону. При этом в целом оплата труда на малых предприятиях выросла за год на 17%. А вот численность работников таких организаций снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет сейчас 44,5 тысячи человек. Лидеры по числу занятых – предприятия обрабатывающих производств и торговли. Оборот малых предприятий с января по июнь этого года составил 80 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем годом ранее. В эфире «Экономика». Вкусные точки возобновили работу всех трех ресторанов в Кирове. В компании сообщили о том, что после ребрендинга открылась точка в торговом центре «Макси» на Луганской. До этого в конце августа-начале сентября начали работу заведения на Октябрьском проспекте у цирка и на Воровского напротив торгового центра «Глобус». То есть во всех тех местах, где раньше располагался «Макдональдс». Сети отмечают, что после ребрендинга остались знакомые блюда и появились новинки меню. Напомню, все три ресторана «Макдональдс» закрылись в нашем городе 10 июня. Теперь они открываются под другим названием. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 60 рублей 85 копеек, евро 60 и 49. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин